Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами утренняя рубрика по комментариям, как всегда. К Уралке я на канал не заходила, осталась на своём канале со своими зрителями и со своими подписчиками. И благодарю каждого из вас за то, что вы пишете, комментируете. Спасибо за ваш юмор, за ваши приколы и за вашу поддержку. Ну что, поехали! Татьяна пишет. Абдугани, как эта рыба называется? Орёт на весь океанариум. Возьми да прочитай. Не даёт пацану спокойно существовать. Лезет и лезет с тупыми вопросами. Только её визгливый голос там и слышно. Понимаете, просто человек не знает, что ещё можно говорить, как комментировать то, что она снимает. Вот она и визжит. Она и сафару так дурит голову. Стоит ему только приняться за работу. Снег чистит, копает. Или прополка там у него. Или мурашей гоняет. И ей обязательно надо сдавать тысячу вопросов. Она же ничего не может больше сказать. Вот и начинает. Отвлекает его. Я всё понимаю, что он держится из-за того, что просто контент. И надо что-то говорить. Но у меня иногда такое чувство, что внутри его распирает, чтобы её материть. Дальше Татьяна тоже пишет. Конечно, потому что они сблизились интеллекта на двоих 0,0. 50-х. 54 года прожить у себя на Урале и только пару лет, как начать обозревать достопримечательности своего края, как с луны свалилось. А сафар в свои 36 лет как будто тоже с гор спустился. В Таджикистане всего этого полно. В Душанбе и других местах те же океанариумы, музеи, термоисточники. Там такая красота, природа, культурная столица Средней Азии. А эти двое только «ё-моё! Нифига себе! Нихрена себе! Охренеть!» и больше ничего. Ничего не видели, ничего не знают. Речь не развита, словарный запас скудный. Знают только «охренеть» и «обалдеть». Согласно на все сто. Ну, сафар, понятное дело, да? Он помогал по хозяйству родителям. Мы же видели, он же показывал, где он живёт, когда ездил в Таджикистане. И заметно, что семья очень бедная. Живут они бедно. И поэтому ему приходилось вкалывать, а не носиться по столицам, да? И по океанариумам, музеям и термоисточникам. А как только он закончил школу, всё, его отправили срочным образом в Россию на заработки, чтобы он мог помогать своей семье. Ну, а Уралочка нигде не тусовалась, потому что кроме жратвы ей ничего не нужно было. Она из школы приходила, тут же булки, блины пекла и ела, ела и ещё раз ела. Она абсолютно ничем не интересовалась. Да и, знаете, судя по комментарию, который я обсуждала в прошлый раз, Уралочка ещё, я думаю, и ходить не особо любила. Она же рассказывала, как с этим бетончиком за молоком ходила и вечно падала, эти коленки разбивала. Поэтому ей проще было дома торчать. Ну и дальше. Как можно дожить до 53 лет и никуда не ходить? Екатеринбург рядом. Что она делала всю жизнь? В нашем-то детстве и цирк, и зоопарк. Что у неё за дикость? А, видимо, нет детей и самой неинтересно. И подруг нет, и не кумовьёв, чтобы её взяли в кумовья. Родные есть, но как-то отдалённо от неё. Страшно как-то получается. Только гастеры открыли ей окно в мир чудес. Офигеть! Вы знаете, на самом деле, вот я живу в маленьком городе. У нас тут тоже особо не разбежишься. Сходить абсолютно некуда. Но я в своём детстве помню, как нас от школы возили и в Брест, и в Минск, и на экскурсии. И возили во всякие там музеи. И достопримечательности мы смотрели. Это было так интересно. И родители меня, помимо школы, тоже возили. А здесь, получается, ничего не видела, ничего не знала. Только булки одни ей под носом мерещились. Ну и дальше замечательный комментарий. Благодаря таким, как Оля, и говорят. Маша сурал Маша. Ну и ответ точно и много смеющихся смайликов. Ну и дальше. Это не благодаря таджику, а благодаря машине, которую она купила. Он начал вывозить её на люди. Вспомните, когда не было машины. Нигде не были, кроме дачи. И то только на такси. А так никто не видит. Сели, уехали по темнянке. Приехали, разбежались, как крысы по своим углам. А действительно, ребят, они нигде и не были. Вот только, когда у них появилась первая машина, чуток начали ездить. Ну а уже вторая машина, они прям аж на море разогнались. Ну и дальше. Бедный покойный муж Уралочки. На том свете даже не дают спокойно полежать. Уралка вспоминает годы с ним с ужасом. Ничего не видела. Одну окорочка ели три дня. Нигде не было. Это действительно до 53-х не видеть океанариум за 40 километров. Кто виноват? Купила билет и поехала. Но она одна. И тогда не могла ходить, ездить сама. Фото видели свадебные. Ребят, это да. Она и мужа имела, да, вроде как. Но, по-моему, кроме всяких там лесочков и пикников, они никуда и не ездили. Ну, во-первых, муж ее работал. Уралочка, ну что она делала? Она шила. Хотя на работу же она вроде как тоже ходила. В магазине работала. Она же рассказывала. С Надькой работала. Но как долго она работала, опять же, непонятно. И вот, знаете, фотографии из всяких там лесочков и с рюмочками у них-то нигде и нет. Больше, получается, нигде не бывали. Уралочка нам рассказывала, что ее первый муж ее на моря и океаны возил. Да так часто, да так часто она там была, да, что ни одной фотографии в одноклассниках почему-то не было. Только в лесу с рюмахами. И больше нигде. Может быть, ребят, и на море она с ним не была. Ей приходилось только борщи учиться варить. Она же рассказывала, что когда она сварила борщ своему первому мужу, кубанцу, да, с Кубань, этот борщ пришлось вылить. И, видимо, Уралка просто стояла у плиты и всю жизнь, сколько с ним прожила, училась варить борщи. А то, что не нравилось мужу, она съедала, а не выливала. Я, ребят, вообще не понимаю. Таджик же у нее второй муж, а первый у нее, получается, с Кубани. И вот ехал из такой Далии. И прям мамина подружка там какая-то соседка нагадала. И неужели у них такая тухлая была жизнь? Ведь они долго прожили. Как же так, что столько прожив с первым мужем, она никак не могла дождаться, чтобы он ее куда-нибудь завез. И машина же была. Дождалась, пока явится из Таджикистана молодец со сковородкой. И она ему купит машинюху, и он начнет ее катать по белому свету. Знаете, ребят, что еще хочется сказать? Вот в последнее время опять начинают писать комментарии. Как ты можешь, Таджик, Таджик? Это что такое за высмеивание нации? Серьезно? Вы вообще что ли, комментаторы с катушек, послетали? При чем тут высмеивание нации? Таджик, а кто он? Я белорусска. Я не могу быть русской, таджичкой или украинкой, потому что я белорусска. Это что, высмеивание нации, если на меня кто-то скажет белорусска? Я горжусь, что я белорусска. А он Таджик. Он не может быть ни белорусом, ни украинцем, ни русским, потому что он Таджик. Я не знаю, вот чем люди думают, когда пишут такую чушь. Что это такое? Почему Таджик? Ну, потому что он Таджик, и он не может быть никем другим, кроме как Таджик. А если ему стыдно, что он Таджик, то, простите, это не мои проблемы. Ну и дальше. Боже мой, каждый день жрать фастфуд, запивать газировкой, отрыв печени и поджелудки. Чему-то можно завидовать. Стоит только посочувствовать, а хомяки совсем без башки. Все в восхищении. Они тоже подобии Агафьи Лыковой. Ничего в жизни не видели. Вчера из тайги вышли. Ну и ответы. Да уж, как печень и поджелудочная выдерживает. Другой бы давно загнулся. А этой все нипочем. Инвалид. Вы знаете, на самом деле, ребят, я уже столько раз говорила, что я удивляюсь, как и правда выдерживают эти желудки. У Сарафана уже же давно как-то он рассказывал и говорил, что живот болит, изжога. А Уралка еще, помню, все спрашивала. А чего якобы у тебя? Чего ты молчал? Чего ты не говорил? А толку тебе что-то говорить? А про Уралку я вообще, ребят, молчу. Мне кажется, там вообще луженый желудок. И в нем, как я уже говорила раньше, кто помнит, и гвозди перевариваются. Ну и дальше. До тех пор, пока эта парочка и их защитнички не захотят смотреть правде в глаза, будем писать и говорить о них. Хотя дело не в полноте и национальности, а в том, что они несут ложь, пропагандируют нездоровый паразитический образ жизни. Их обожатели простили им зигование и оскорбление славянок и пожелание сдохнуть. Будем напоминать, будем говорить золотые слова. Спасибо вам огромное за комментарий. Вы мне напомнили, и я освежила память Уралочки из сарафану. Ну и дальше. Кишлачный вообще обнаглел. Закурил сигарету в общественном месте. Уралка сделала ему замечание, когда дым пошел на нее и обдул. А рядом люди идут. Что там за законы у них? Кстати, а я заметила, как раз-таки, когда они, по-моему, вот еще не уехали, то ли уже приехали и ходили там, бродили, сарафан что-то нажевывал. И я понимаю, что нажевывал. Он с Уралочкой, наверное, не может находиться, пока не нажует там за губой. И когда уже нажиет, тогда становится ему бодренько и весело. Ну и дальше совет сарафану. Сарафан, суй свой клюв в умные книги и ответы. Он не знает, как читать слева направо или справа налево. А вы про книги, да еще и умные. Они с Уралкой на двоих даже букварь не осилили. Только спецы подтирать комментарии. Согласны, ребят, с вами на все сто. Буду я, мои хорошие, заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.